ВООБЩЕ НЕРЕАЛЬНО Блин, СЛОЖНО НЕБЫСТРЫЙ ВОБРОС КАКОЙ-ТО В БОЛЬШИХ ГОРОДА, РАЗВИВАТЬСЯ ДУМУ, ПОРАНЬШЕ НАДО ВСЕМ ПЕРЕЕЖАТЬ, ЧТОБЫ МОТИВАЦИЯ ХОРУЩА БКМ, ПРОЧЕ, ПОДАЧА ДАЖЕ АЛЕКСАНДР ШИБАЕВ ПОСЛЕ МАТЧА ПОДАЁТ ПОДАЁТ Это очень важная подача ВСЕ ВОЗРОСТА ВСЕ ВОЗРОСТА ПЕРВЫЙ СОВЕТ Я ДОСТОЕН ВАШЕГО КАНАЛА МАКСИМ ГРЕВНЕВ РЯДОМ С КАЗАМСКИМ СОБОРОМ Второй заход рубрики ТТ БЛИЦ ТРИ СОВЕТА СЕБЕ Один в лет 7, когда тот пришел на ФТОЛЬНОЕ ДНЕСЬ Второй в 10-12, начало переходного возраста И в 17-18 лет Вообще нереально Я просто сейчас сразу все это как бы Пытаюсь переложить на сына своего Примерно Ну это настолько сложно Потому что другое поколение абсолютно 11 лет сейчас Вот То есть это касательно спорта И настольного тенниса На своем теннисе Ты вот сейчас вспоминаешь Чего тебе тогда не хватило Чтобы ты сказал В этом возрасте то делай то и будешь ты Не в 100 мира А в 10 Тоже пошел Ой закапывай Все я залип Подожди Ой Тебю Тебю Вот У нас природа Сбунтовалась От того что Алексей Не может Я же Ливенцов Ливенцов От слова Ливень наверное То только если поливать то по полной Блин вообще жесть Идеально, мы прям перед самым входом будем встречать гостей, которые даже не добегут до сюда. Мне кажется, нереально. Курка-то забрал, что ли? Да, я сел на него надежно. Я понял, все. Капываете со мной, да? Ну, нет, там чуть-чуть совсем. Нормально. Сложный мне вопрос, потому что я, скажем, в том возрасте очень, ну, мне нравился теннис, и меня как бы взяли в охапку. То есть я, можно сказать, меня вели, да? Сложно объяснить. У меня тренер был, который вот прям меня схватил, и он начал меня грузить, грузить теннис, теннис, там, книжки всякие, читал, еще что-то. То есть мне там даже было не для вот чего-то, знаешь, не для какой-то инициативы. Плюс 7 лет еще, ну, ребенок, прям ребенка. И я просто ходил как развлечение, хожу, мне нравится, занимаюсь. Какой совет? Ну, просто терпеть, наверное, не знаю, потому что, ну, достаточно нагрузки были сильные. Вот, я и по два раза тренировался, там, и до школы тренировался, и именно вот терпеть, и все. Потому что в тот момент меня направлять не надо было. Я уже был в теннисе, как бы, схвачен, процесс поставлен. Мне надо было только объем, именно заниматься. Я этим был обеспечен, скажем так. Здесь постарше чуть-чуть, там уже, вот там уже такой возраст, который я сейчас на Егоре чувствую, что, да, здесь надо внушить, как бы, ребенку, что все, ну, что это шанс, это большой шанс для тебя. Если ты этим занимаешься, у тебя что-то получается, или люди, которые тебя тренируют, да, и там родители, тренер, которые, они-то понимают, они видят с позиции там уже возраста, что человек талантливый, что вот, ему надо развиваться, и там что-то может получиться, то есть вот это вот надо донести до ребенка, чтобы он самостоятельно начал уже что-то делать. Не именно, вот как вот в 7 лет, да, когда тебя взяли, тебя тренируют, и ты, как бы, просто отдался течению и занимаешься, то есть здесь уже надо перестраиваться, потому что это уже такой переходный возраст, чуть-чуть вот прямо из детства куда-то туда, да, в юношество, да, вот. Вот, и здесь вот надо вот, потому что там такой сыр-бор в голове, это ужас вообще, вот тут надо направлять, да, и как-то вот так объяснять, что надо уже самому что-то, что-то думать там, как-то анализировать, смотреть видео там, наверное. У него футбол, правильно? Да, 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 и то же самое, то есть есть данные, все говорят, и, ну, это и видно со стороны, но пока вот осознание такого, что надо самому прикладывать какие-то усилия, вот этого нет, он на этой волне находится пока, созданного, скажем, какого-то комфорта и тренировочного процесса, вот. То есть как-то вот, да, вот в этом возрасте именно направить, направить, и чтобы человек сам уже осознанно, более осознанно к этому относился, а в какой возрасте, 17-18, знаешь, там уже именно, ну, работать. Алексей Левенцов ни с того ни с сего решил сделать, три точки справа 10 минут, 400 раз ровно. Алексей, пару слов, каково это? Раньше было лучше? Рекорд 507, да, но не готовил спонтанно. Ну, спонтанно, делаем скидку на это, правильно? Там надо вот работать и искать возможность, как создать для себя условия, то есть уже надо быть готовым на жертву определенную, потому что ты уже более взрослый, да, возраст, там уже другие интересы появляются, там. И если ты, ну, в спорте даже не говоря именно про теннис, там, любой вид спорта может быть, то есть ты уже понимаешь, к чему ты идешь, там, и чему ты много времени посвящаешь, там. Тут надо уже чем-то жертвовать, какой-то личной жизнью, в первую очередь, какими-то развлечениями. Они должны быть. Но на первом месте, да, должно быть все-таки, должна быть работа, тренировочный процесс и хороший тренировочный процесс. То есть почему я начал про это, то есть для себя надо найти возможность создать, да, вот эти вот условия, жертвуя, там, каким-то теплом домашнего уюта, там, родительским, их поддержкой, скажем, какими-то отношениями. Но найти, вот, может быть, в каком-то отдаленном уголке, там, куда-то или, я не знаю, или в России, где тренировочный процесс лучше, или там за рубежом, где ты понимаешь, что для тебя развитие будет, ну, лучшим, да, и лучшие условия, скажем, для этого. То есть как-то так. Зафиксировали? Хорошо. Нашел ответы? Ну, примерно, да. Три совета себе какие-то дала. Первый совет – это себе, там, условно, 7-летний, который только пришел в спорт. Второй – это 10-летний и третий – 15-летний. 7-летний не потеряет тот огонь в глазах, который пробуждает настольный теннис. 10-летний – не бойся проигрывать, 15-летний – иди до конца, даже если это очень сложно. Мотивация хорошая. Совет тебе, себе какие-то бы дала, когда ты только пришла в теннис, там, лет в 7, второй совет тебе лет в 10, и второй, третий в 15. Какие бы это три совета были? В 7? Блин, сложно. Небыстрый вопрос какой-то. Думай, думай. У ГАГа уже чемпион, у нас есть время. Ну, в 7 бы, наверное, дала совет не плакать столько много. Не расстраиваться, что я там во втором финале играю. Даже такое бывало, да? Ну, конечно, в 10, наверное, не знаю, в 10, не знаю, в 10 все нормально было, не помню, чтобы что-то было в 10 плохо. В 15 сказала бы себе больше работать, тренироваться, осознанно. Была просадочка, да, уже? Была, да. Попадать, переходный возраст. Чувствую, что вот где-то вот не доработала. Совет себе, когда вы только пришли в теннис, да, там, лет в 7 условно, потом себе в 10 лет и в 15. Тут быть надо было, переехал в Краснодаре в 10, в 11, может быть, год-два пораньше, потому что все равно переехал уже техника, ну, может, неправильная поставлена была, да, в Сибири. Ну, в большие города, вот, развиваться, я думаю, все равно пораньше надо всем переезжать, чтобы и технику уже закладывать сразу правильно. Так, считаю, что первый совет это так же пойти, поиграть, посмотреть, как-то, что тебе нравится, нравится, потом. Нет, ты уже пошел, ты уже, вот, смотри, ты прожил свой путь, да, вот, теннис, вот, ты вот, я бы вот себе дал совет, вот тогда было. А, ну, я бы по-другому бы сделал, как бы ты сделал, по-другому бы ты совет дал бы себе, вот, на уже прошедшем пути. Так. Ты был себе в прошлое и вот сказал бы, я сижу, вот, да, ты в теннисе. Всегда самый важный момент, считаю, подчеркивать. Это, мне кажется, работа со своей психологией и за своим поведением, самое главное. Потому что ты растешь, анализируешь на тебя все смотра, ты становишься каким-то человеком и с себя, чтобы брали другие люди пример. И ты подаешь хороший пример для других ребят, для молодых. Более состоящийся лет 15. Я считаю, более состоящийся игрок это уже чуть попозже, конечно. Вот этот человек у нас готов на ТТ-блиц? Я? Да. Я достоин вашего канала. Зафиксировали, зафиксировали. Будет на нашем канале обязательно. Так, извини, 15 лет. Я считаю, что состоящийся человек в теннисе это уже... Нет, ну вот я имею в виду, что уже более зрелый это будет, когда игроки какие-то... Я думаю, просто там другие ошибки совершаются. А, да. Не знаю, всегда не давать себе слабинку, самое главное. Всегда работать, работать. Потому что, когда ты даешь себе слабинку, другие тогда работают и... Потом ты можешь отставать, да. И приходится еще намного больше работать, чем пока остальные так же работают. Уже у Семена Шевнина мы не будем спрашивать его прогноз на матч. Какие-то три совета ты себе бы дал. Я могу, допустим, ответить от 7 до 15, допустим. Да, да. Тренироваться, безусловно, каждый день, там, по возможности два раза в день. Брать опыт на соревнованиях абсолютно с каждого матча неважно. Слабый, сильный соперник. Не опускать руки, даже, условно, счетом 0-2, 0-10. Все равно попытаться как-то перевернуть матч. Ну, можно сказать, просто бороться за каждое очко, никогда не опускать руки. Побольше уделять времени на подачу. То есть, не только на топсы и БКМ и прочее. Подачи, вот, даже Александр Шибаев вот после матча подает. Подает, да. Вот, это очень важно, подачи. Готовить. Вот, в общем-то, все. К ответному. Так что, да, вот так, думаю. Вот так я буду. Боже. Так, какое-то местоположение. Максим Гребнев. Рядом с Казанским собором. Второй заход рубрики ТТ Блиц. У нас новые вопросы. Максим. Три совета себе, пришедшему, играть в стольный теннис. Вот только пришел, первый совет. Второй совет тебе в 10 лет. Второй, третий совет в 15 лет. Вот как только пришел, не слушать родителей вообще. На флане тенниса. Потому что это губит, наоборот. Ага. Ну, это если они не тренера. Потом в 10. Блин, вообще никогда не задавался таким вопросом. Вот знаю, вот изначально, что нельзя родителей слушать на первом этапе. А второй в 10 лет и в 15, да, говоришь? Да. Сложный вопрос. Ну, такой, да. Ну, по психологии, может, и советую там по игре. Там больше слева тренируй. Там, не знаю. Больше слева, да? Вот отработка просто слева. Как вчера. Справа это нормально, я думаю, у меня нет. Скажите там, нарях, оскорбите меня. Только пришедшему на стольный теннис, условно, там, лет 7-8. Потом лет в 15. И третий совет тебе лет в 20. Три совета. Ну, все возраста, все возраста, первый совет – это отдаваться полностью, работать, вообще не покладая рук, использовать каждую секунду, каждую минуту, каждую тренировку вообще на максимум. Именно так только можно добиться результата. Не обязательно этот результат будет чемпионство, там, или, ну, еще какие-то достижения. Он, если ты работаешь, отдаешься полностью любимому делу, не важно, что это, это не обязательно спорт, то результат, безусловно, придет. И ты даже не поймешь, какие ты можешь дивиденды поиметь от этого в жизни. Ты даже будешь, уже не ждать их, но они будут. Если ты будешь полностью отдаваться, работать, вообще, футболки выжимать на тренировках. Кто это в любом случае придет. Ну, то есть, работать, работать, и еще раз работать. Не лениться, не жалеть себя. Потому что это все, все вот это вот, вся эта лень, вся эта жалость к самому себе, что тяжело, что я не могу, что у меня что-то болит. Do it! Just do it! Это все потом сыграет только в минус тебе, во всех областях твоей жизни, но только в спорте. Ну, это вот такое первое. Второе. Как бы это, я не знаю, может глупо звучит, но и в 7, и в 15, и в 20 лет уже стараться осознавать, что ты делаешь. В 7 лет это достаточно тяжеловато делать, но осознание просто будет на разном уровне. Вот стараться именно, не просто делать, не просто, потому что тебе сказали делать, а тебе будут говорить делать и в 7, и в 15, и в 20. А именно осознавать, что ты делаешь, как ты делаешь, сколько ты делаешь, зачем ты это делаешь. Ну, то есть, ты должен осмысливать это все. Каждый, каждый свой шаг, каждое движение. Если мы говорим, ну, это во всем, особенно в своем любимом деле. Ну, и третье. Никогда не останавливаться на достигнутом. Всегда двигаться вперед. Предела нет. Вообще предела нет. Как говорили там, не помню, не буду говорить в каком-то фильме. Тренируйтесь, работайте. Мечта очень близкая. Гораздо ближе, чем вы можете себе подумать. Но тренируйтесь и работайте. Супер мотивация от Алексея Жукова сейчас была на определенном промежутке. Нет, супер-супер. Хорошо, следующий вопрос. Ваш хейт – это просто мой пиар. Ну, давай, последний совет. Как прибавить? Могу сказать банально, просто из зала не вылезайте, и все. Но это прям слишком банально, да?